Ну пойди купи, ну купи, купи нам кого-нибудь, купи нам топовых игроков. Лёня, Федун, купи Спартак топовых игроков. Вот это вот постоянно я слышу из интернета, на форумах, в ютубе. Ну почему Федун не покупает, не покупает нам игроков? Ребят, вы вообще понимаете, что вы говорите, да? У Федуна денег много. Он может купить, я не знаю, как Манчестер Сити игроков на 1 миллиард. Легко, заодно трансферное окно. И ничего для него не поменяется, он ничего не почувствует, никаких там финансовых проблем, да? Но он не может сделать по одной причине, финансовую, фэрплей. Вы вообще не понимаете, что вот, как вы живёте какое-то во время Советского Союза. Что вот ты заплатил, и вот тебе поехали игроки. Это было тогда, сейчас этого нет, этого уже лет 10 нет. Сейчас существует финансовый фэрплей. Который был создан специально для топовых клубов. Чтоб они были в хорошем состоянии. А все остальные клубы, средние или там мелкие, они были крепостными. Всё. Чтоб крепостные там клубы, типа Зенита, Спартака, там, не знаю, Андерлехта, Брюгге, они поставляли игроков там для Манчестера Юнайт. У топовых клубов есть история, у них там есть имиджи, на которые там, на которые все клюют и покупают их футболки, они зарабатывают на этом. А у остальных клубов ничего нет. Это и есть смысл финансового фэрплея. И согласно этому финансовому фэрплею, клуб может только покупать на то, что заработал. Нельзя просто так взять и купить игроков на 100 миллионов евро. Нельзя. Ты можешь только купить на 100 миллионов заработанных евро. И что они заработали? Ну, это значит, что ты там выступил в Лиге Чемпионов, ты заработал там 330 миллионов. Да и на 30 миллионов можешь купить. Ты там за счет билетной программы можешь и тому подобное. Но Спартак сейчас не зарабатывает. Он уже после своего Чемпионца не зарабатывает. Когда было у Спартака чемпионство, помните, когда с Каррера они сделали чемпионство, на следующий год они выступали в Лиге Чемпионов. И вот за эту Лигу Чемпионов они заработали там, только на Лиге Чемпионов, бонусов у Ефа, они заработали около 25 миллионов. Ну и плюс на билетной программе. Тогда еще зрители пускали. Так вот на следующий год, после вот этого, как они получили эти деньги, они купили Тиля, там весь этот шлак. Это была идиотская покупка. Это была глупая покупка, потому что селекция сработала очень плохо. То есть Тилек купили там, по-моему, за 17 миллионов, который просто не заиграл. Вот. Но вопрос в том, что вот купи нам игроков, почему ты не покупаешь нам игроков? Да потому что не в рамках финансового файерплея. Все клубы в рамках финансового файерплея. Зенит, вон, как-то штрафовали за финансового файерплея, по-моему, на 30 миллионов евро. Цирояну Звезду на 2 года дисквалифицировали от Лиги Чемпионов. Матчайсер Сити тоже накладывали дисквалификацию, по-моему, на 1 или 2 года, просто на выступление в Лиге Чемпионов. Ну, там ведь есть катарские владельцы, они просто там помазали, кому нужно, и все нормально. Высший арбитражный суд принял их стороны, и все. Ну, это понятное дело. Но Федун это не катарский шейх. Вот. И он не может покупать игроков, понимаете? У него не может. У него финансовый файерплей. Если он сейчас купит игроков на 50 миллионов евро, да, условно говоря, его забанят. Его забанят, его... Спартак забанят где-то года на 2 еврокубка. Это минимум, блядь. Ну, вот вы такое говорите, вот я просто поражаю. Ну, почему у Сиду не покупают новых игроков, хороших игроков? Потому что финансовый файерплей. Вы вообще живете в каких-то вот непонятных реалиях. Многие из вас живут в каких-то непонятных реалиях. Ну, почему они покупают? Да потому что... Как будто... Мне просто поразительно вот слушать такие слова, почему он не покупает игроков. Потому что он не может купить их. Не потому что нет денег, а потому что ему нельзя покупать. Сейчас нет никакой болельщиков, не пускают на трибуны. Спартак ничего не зарабатывает. Ничего он не зарабатывает. На телеправах у нас клубы практически ничего не зарабатывают. В Лиге Чемпионов Спартак не участвовал очень давно уже. Ну, года сколько будет? Три или четыре года, да? Деньги брать некуда. У нас только Зенит зарабатывает деньги, потому что он участвует в Лиге Чемпионов. У него там башляют 25-30 миллионов евро в год. Все. Все остальные клубы ничего не покупают. Вот потому что сейчас Спартак и покупает всяких там Хлусевичек за 3 миллиона, да там, и до остальных дровенек. Покупки будут в течение 2-3 миллионов. Никаких там 15 миллионов трат не будет, потому что нет куда эти деньги брать. Нет, никто не, Спартак не заработал за это все время ни копейки. Скорее убытки были у Спартака, потому что болельщиков не пускают на стадионы и выступления Спартака, они плохие. То есть платежной ведомости положительной нет. Вот в чем проблема. Все упирается в финансы фэрплей. Естественно, будет кто-то говорить, да нет, это все неправильно. Да вам, вам ничего это не докажет. Вам не докажет. Вы во всем всегда будете видеть Федуна и Зарему. Да, они плохо распорядились теми деньгами, которые они пришли там с Лиги Чемпионов последней, да? То, что купили там Тиле и все. Но это все уже в прошлом. Сейчас, сейчас новых игроков Спартак не может купить. Не может, потому что у него отрицательная платежная ведомость. Негде зарабатывать. Даже на билетах ничего не заработать. Потому что не пускают людей на трибуны. Это и касается и Зенита. Зенит сейчас только зарабатывает исключительно на бонусах Лиги Чемпионов. И все. И то они купили одного Клаудини и все. За 12-14 миллионов. Больше ничего не могут купить. Это про Зенит, который там становится чемпионом и играет в Лиге Чемпионов и получает бонусы. В Лиге Европы нет таких бонусов даже близко. Вообще. Просто. Тебя оплачивают билет туда и обратно авиабилет и все. Это в случае победы. Вот и все. Больше ничего. Ничего там не заработаешь. Никто никогда в Лиге Европы не зарабатывал. Максимум ты там если выиграешь Лигу Европы ты заработаешь только пример как Мальми. Вот если ты если клуб которого выиграть Лигу Европы он зарабатывает пример как Мальми. Выступающий в Лиге Чемпионов. Вот. Вот поэтому никого Спартак в ближайшее время из хороших игроков не купит. Это точно. Ну в смысле это хороших игроков это значит за сумму там 14 миллионов 15 миллионов да никого я поверь мне никого так что успокойтесь всему причем финансов фэрплей нужно возвращать болельщиков на трибуне да тогда может хоть кто-то заработает тогда возможно какие-то покупки но это будет не раньше чем через год через два а может никогда вот вот такие дела